Горный инженер Федоил Назмеев всю жизнь коллекционировал деньги. При этом сам был человеком небогатым, ведь все сбережения тратил на свое увлечение, покупая старинные монеты и банкноты. А началось все с царских векселей, которые восьмилетний мальчик нашел в деревне под печкой. И за полвека собрал сотни экземпляров, начиная с монет эпохи Екатерины II. Просто чтобы людям показывать. Это серебряная монета, прислали с Москвы. Она вошлась в 42 тысячи рублей. Ну, в то время, когда прислали ее. Так она лежит у меня тут, чтобы можно было показать людям. В 2011-м Международный день кукольника артисты Республиканского театра кукол отмечали в Москве на сцене Центрального дома работников искусств вместе с коллегами из Брянска, Воронежа, Тулы, Казани и Чебоксар. Юрий Халиков не только искусно управлял куклой Пьеро, но и сам виртуозно играл образ черного Пьеро, созданный Вертинским. Когда был студентом, мне казалось это немножко смешным. Но когда я стал немножко постарше, мне уже не казалось это смешным, а казалось уже довольно-таки глубоким искусством. И даже Шаляпин, слушая Вертинского, рыдал. То есть он считал бы артистом гораздо более высшего уровня, нежели он сам Шаляпин. В марте 2013-го в Саранске во второй раз проходил конкурс Мисс Студенчества Фина Угрей. Его участницы должны демонстрировать не только свои таланты, но и культуру, традиции и самобытность народа, которые они представляют. Тогда победила Виктория Воронцова из Мариел и увезла в свой родной вуз право на проведение следующего конкурса. На мой взгляд, каждой девушке лестно победить. Почему бы и нет, так как была такая проведена большая работа. Как бы хотелось, чтобы был такой итог хороший, подведен. Тогда же выбирали лучшего учителя Саранской. Из 11 участниц победы в городском этапе досталась учителю информатики 43-го лицея. Узнав о том, что она вышла в финал республиканского конкурса Учитель года 2013, Тамара Плаксина смеялась и плакала от радости. Я и не думала, и не верила, и вообще предположить не могла. Буквально три недели назад о том, что в конкурсе буду участвовать, а о том, чтобы выйти в финал, справиться со своими нервами и своим волнением. Вот. То есть легче всего мне было на уроке. А доктор медицинских наук, хирург Евгений Измайлов, прочитав саранским коллегам лекцию о сосудистых заболеваниях, устроил им настоящий концерт бардовских песен, многие из которых собственного сочинения. Он рассказал, что одинаково сильно любит и хирургию, и творчество. А медики ему с удовольствием подпевали. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Шесть лет назад, как и сейчас, жители Мордовии ждали весны. Повышение температуры синоптики прогнозировали не раньше конца марта, а Татьяна Дюфур спрашивала у прохожих, какая она весна. Когда тепло, вот весна. Копель, жаворонки прилетели. Распускаются листочки на деревьях. Наступные весны, когда снег растает, цветочки, мать и мальчики появятся. Птички петь по утрам начнут. Да, Глеб? Нас покажут в эфире! А в 2017-м юный васводовец и тогда еще девятиклассник восьмой школы Даниил Юшкин семь раз прыгал в ледяную прорубь, чтобы показать детям, как нужно спасаться, если вдруг провалились под лед. И как правильно спасать утопающих с помощью ледобура, веревки или палки. А если ничего из этого под рукой нет, бросить пострадавшему шарф или куртку, не подползая к нему слишком близко. Увидев, как это делают спасатели, школьники заверили, урок усвоили. Я много узнал, как себя надо вести, если ты провалился в прорубь. Знаю теперь, что если рядом подручные средства, нужно использовать их. Надо обязательно скорее добраться до дома. И надо сухую одежду надеть. И если ванну, то не горячую, а комнатной температуры. Не нужно паниковать, надо сразу же принимать какие-либо меры, чтобы не расплатиться жизнью и всегда одевать спасательный жилет, если вы хотите на какую-нибудь прорубь. Людмила Чекал, Наши новости.